30 июня театр имени кукол провел открытую репетицию спектакля «Белый великан». Подробнее о нем говорим в эфире программы «В контексте» с художественным руководителем театра Артемом Макеевым и художником-постановщиком Еленой Собяниной. Здравствуйте. Добрый день. Мои коллеги побывали также на этой репетиции. Предлагаю посмотреть сюжет о ней, а затем обсудим подробнее. Театру имени кукол всего полгода. Свой первый театральный сезон коллектив закрывает премьерой спектаклем «Белый великан». Труппа перенесла на сцену историю, написанную английской сказочницей Эленор Фарджан. Главный герой – карлик, который мечтал вырасти. В постановке поднимается серьезная тема взаимоотношений в семье. Это не просто кукольный театр, не просто кукла, это жизнь, это драма, то есть обычный драматический театр с элементами кукол. Спектакль о любви, спектакль о родительской нежности, о том, что иногда мы забываем о тех, кто нас безгранично любит, и из этого, получается, погрязаем в эгоизме и в итоге остаемся одиноки без своих родителей. Постановка рассчитана на ребят старше 10 лет и взрослых. В спектакле задействованы всего две актрисы. У нас разные персонажи. Мы и тетушки, мы и автор, мы и сам главный герой. И постоянно это все меняется вперемешку. Поэтому невозможно сказать, допустим, семь старых дев – это тоже мы. Поэтому две актрисы исполняют много ролей. Премьера спектакля «Белый великан» состоится 15 июля в Культурно-информационном центре. Елена Корнухова, Александр Листопад, информационный канал «Севастополя». Мы увидели краткую информацию об этом. Часто ли проводите открытые репетиции? Какие цели ставите перед этим? На самом деле, это первый наш опыт такой. И, собственно, я, когда работал в других театрах, над другими спектаклями, тоже никогда ничего подобного не делал. Но этот опыт не случайен, потому что тот театр, который мы создали и продолжаем создавать, это театр построен на определенных отношениях со зрителями. Я имею в виду, это какая-то полная открытость к зрителю. Обычно театр подразумевается, вот актеры вышли из-за кулис, они сыграли и ушли. Актеры всегда остаются тайны. Вот есть актеры, есть зрители. Мы сознательно уходим от этого и не проводим разделение между актерами и создателями спектаклей и зрителями. Вот. И для нас такая форма открытой репетиции, это способ общения, одна из форм общения со зрителем. Это знак доверия и уважения к зрителю. Вот. Поэтому мы на это и пошли. Ну и для нас, конечно, безусловно, это тоже важно, потому что это была такая маленькая премьера, так или иначе. Мы увидели реакцию, мы увидели, как зрители реагируют. И нам было важно, как реагируют, прежде всего, взрослые, но и дети. Потому что спектакль рассчитан, прежде всего, для взрослого зрителя. По форме, по содержанию, не для маленьких детей. Поэтому мы пишем спектакль для взрослых и детей от 10 лет. Ну и какая же была реакция у зрителей? Очень неоднозначная. Ну, что не осталось равнодушных, это абсолютно точно. Потому что буквально сегодня я шел по коридору культурно-информационного центра, и ко мне подошли мои коллеги, работники, две женщины, и стали задавать мне вопросы, и стали делиться своими. Вот одна считает, что это история про это, а другая считает, что про это. И вообще, как это ей благодарили. Они, вот это было вчера в 6 вечера, а сегодня, они до сих пор это обсуждают. Понимаете? То есть, это их тронуло, это действительно их задело за живое. И мне говорили, что и дети тоже обсуждали. Ну, потому что вот там Анечка, наша замечательная актриса Воробьева, сказала, собственно, о чем эта история. История о взаимоотношениях, о том, как необходимо нам друг друга уважать, уважать, слышать и понимать вообще в жизни. Потому что зачастую мы живем рядом в одном доме, в одной комнате, и не видим, и не слышим друг друга. И от этого это все копится, копится, и потом возникает трагедия. То есть, какой-то разрыв взаимоотношений. Вот. Поэтому тема важная. Ну, среди других спектаклей, вот именно этого, в чем уникальность? Или, может быть, наоборот, что-то общее есть? Ну, общее, безусловно, есть. Это, еще раз говорю, это та открытость и откровенность, с которой мы разговариваем со зрителями. Это те темы щемящие, волнующие, которые существуют и в других наших спектаклях. Вот. И, конечно, уникальность. Потому что ничего подобного мы с Леной Александровной, с главным художником театра, не делали по форме. По форме. Это совершенно для нас эксперимент. И, в общем, это такой арт-хаус, по сути. Потому что там минимум средств и максимум формы. Там просто все делается в черно-белом цвете. Там используются краски, вода, руки. Такой, необычный спектакль. Очень необычный. Для нас это тоже эксперимент. Но когда мы продолжаем его делать, но мы сейчас уже понимаем, что да, это все-таки работает. Потому что мы очень тоже волновались и до конца не были уверены, что зритель поймет этот спектакль. Непростой спектакль. Ну, вот открытая репетиция прошла. Вы сделали какой-то вывод? Вот что-то стоит все-таки изменить? Безусловно. Я вот как раз уже говорил о том, что для нас важно было, для нас прежде всего, и для театра было еще и потому, что мы увидели реакцию зрителей, и мы для себя поняли какие-то очень важные, ключевые вещи, которые необходимо сделать. Поэтому, конечно, это чрезвычайно важно. У нас есть целых две недели. Я думаю, что мы это сделаем, и спектакль уже будет более цельным и закончен. Мы будем ждать премьеры. Елена Александровна, я вам хочу сказать, прежде всего, что вы долгожданный гость нашей студии, потому что Артем Викторович сколько приходил, все время о вас рассказывал. Давайте поговорим о вашей профессии, наверное, в целом. В чем ее специфика? Как ваши отношения складываются с режиссером в профессиональном плане? Имеется в виду с режиссером в театре кукол, наверное, потому что специфика работы именно в театре кукол, а не в драматическом театре, она, конечно, ярко выражена, потому что театр кукол — это в первую очередь образы. Кукла — это образ, а в театре кукол, где зачастую работает кукла как герой, как актер или как некий образ, то художник, постановщик в театре кукол в какой-то степени создает этот образ во взаимодействии по тем задачам, которые ставит режиссер. И в театре кукол, безусловно, это более, наверное, тесный тандем, который 50 на 50 создание этого спектакля. То есть предрепетиционный процесс очень активный, который происходит перед началом репетиции, вплоть до того, что продумываются даже какие-то мизансцены, потому что кукла, она на сцене должна создавать эффект оживления, когда актер оживляет куклу. И от местоположения, от того, что должна кукла выполнять на сцене, зависит и то, как она должна быть сделана. Поэтому вплоть до мизансцен взаимодействие происходит. Но в частности, в данном случае, то, что с «Белым великаном» произошло, тут совсем другая история. А какая? Дело в том, что здесь вот этого подготовительного процесса не было вообще. Потому что спектакль рождался одновременно, всё происходило одновременно. Артём Викторович с актрисами что-то они придумывали, у них что-то там возникало, исходя из идеи. И принимался какой-то материал там, даже, в частности, бумага и краска. Исходя из этого, уже создавался вот этот вот визуальный образный ряд. И поэтому всё происходило одновременно. Всё рождалось, одновременно создавалось. Даже эскизов как таковых к спектаклю нет. Это всё вот здесь, практически на сценической площадке возникало. А поскольку в «Белом великане» нет в чистом виде кукол, их там нет. Есть некие образы, там нет конечного образа в виде куклы, нет. Там есть элементы театра кукол, которые позволяют создать атмосферу и создать героя. Поэтому в чистом виде кукол там нет. Но есть приёмы театра кукол, используются приёмы театра кукол. Там теневой театр, в частности, руки. Ну а вообще в своей работе, когда вы делаете куклы, что вас вдохновляет или о чём вы думаете? Ну вот этот момент более такой эмоциональный. Это индивидуально, это зависит от материала. В данном случае, понимаете, есть материал, который вдохновляет сам по себе. Это настолько сильный и мощный материал, которому не надо откуда-то подпитываться. Сам материал толкает и вдохновляет на то, что создаётся. Да, вот режиссёр вас не вдохновляет, да? Нет, режиссёр, иди, иди. Иди, конечно. Конечно, иди, иди. И то, о чём говорит Артём Викторович, и музыка, которую он подбирает. Даже вот этот звуковой музыкальный ряд – это очень мощный такой… Импульс. Импульс, да. Такое воздействие. Потому что музыка, она очень… Она, конечно, не то чтобы диктует, но она ведёт. Она ведёт всё равно. Ну, не знаю. Что-то, наверное, ещё вдохновляет. Нет, у нас на самом деле, с Елена Александровна, удивительные тандемы. Что касается этого спектакля, действительно, происходило так, что мы с ребятами что-то придумывали на площадке, как сумасшедшие несли на наши цеха к Елене Александровне, к художникам, о которых Елена Александровна ещё скажет. Вот. И рассказывали, что у нас там… Или приглашали на площадку, показывали на руках, на пальцах там, в общем, да. Вот. И уже Елена Александровна уже тут же делала какие-то наброски, эскизы, уже по этим эскизам что-то создаётся. То есть это вот такой процесс онлайн, когда одновременно идут и репетиции, придумывания, потому что параллельно же делается другой спектакль. Вот. «Кто такие птицы?» по Борису Захадеру. Такая работа необычная для нас, потому что обычно мы действительно… Это идёт большая подготовка, придумывание спектакля, эскизы. И потом уже с этим мы приходим уже к актёрам. И потом я прихожу как режиссёр. И… Ну вот да. Вот кто такие птицы? Он… Изготовление материальной части, тоже самих кукол, он идёт традиционным путём. В цехах, в мастерской сейчас делаются именно куклы, изготавливаются куклы, декорация к этому спектаклю. Да, там эскизы существуют, они сделаны. И вот ребята-мастера-бутафоры, которые работают в мастерской, они работают именно по эскизам. И им, конечно, сложно, безусловно сложно, потому что опыта нет. Нет, у нас люди, которые работают в мастерской театра, они вообще не театральные кукольники. Они занимаются профессионально куклами, авторской куклой. Вот. Но театральной куклой не занимался у нас никто. Поэтому они всё практически познают с нуля. Есть, конечно, какие-то азы, которые им знакомы технологически, но эти особенности изготовления театральной куклы – это не просто выставочная, которую поставили, это кукла, которая должна работать. Мы, конечно, избегаем сейчас какой-то сложной механики, но всё равно эта кукла должна работать на площадке, а не просто что, её поставили, и всё. Её должен актёр оживить. Ну да, опыта у них мало, но на самом деле… Они молодцы, без… Они влюблены в театр кукол, им очень нравится то, что мы делаем, это самое главное. Они этим горят, они этим живут, и для них это не просто работа, они приходят и с радостью, вот этим занимаются, и вот это дорогого стоит. Несмотря на то, что им так сложно. Ну, конечно, это прекрасно, когда человек любит своё дело. У нас время подходит к концу, остаётся меньше минуты. Давайте, наверное, пригласим зрителей на премьеру спектакля. Давайте, да. Мы приглашаем всех, просто сразу же говорим, покупайте, пожалуйста, билеты заранее. Будет небольшое количество зрителей, а именно 23 билета будет продано. 15 июля, 18.00, Культурно-информационный центр, улица Павла Корчагина-1, закрытие первого театрального сезона, премьеры спектакля, спектакля очень необычного, и я думаю, что он действительно не оставит никого равнодушным, который называется «Белый великан». Мы ждём вас. Ну что, спасибо, что пришли. Действительно, я желаю вам, чтобы никого вашей работы не оставили равнодушным. Благодарим вас. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Напомню, у нас в гостях был художественный руководитель театра имени кукол Артём Макеев и художник-постановщик театра Елена Собянина. Впереди ещё много интересного. Редактор субтитров А.Сёмкин